Добрый день! Вот решил записать еще очередное введение в ТОИ, так и называется, самое-самое короткое введение в ТОИ за 23 июля 2022 года. Итак, первое положение теории. Человек — это машиносостояние. Таких состояний 8 основных и 2 дополнительных. Они называются уровни поля внимания или просто уровни. Если я говорю ТОИ, это означает, что теория уровней абстрактного интеллекта, сокращения интеллекта, потому что мы рассматриваем только способность человека решать задачи, а абстрактного, потому что человека здесь можно заменить инопланетянином, роботом, животным, любым иным решателем задачи. Итак, поле внимания на данном уровне удерживает данную структуру. Вот от этого зависит, какой уровень. На 0 уровне ничего не держит. На одном уровне один объект, много объектов, один процесс, много процессов, одна карта, много карт, одна система и много систем. Когда я говорю уровень 9, это означает способность быстро переходить с уровня на уровень, оптимизируя свое поведение с учетом обстоятельств. Вот такая виртуальная машина, которая имитирует вот эту самую 9 состояние. Вот такая обычная диаграмма берется. Первый уровень объект, много объектов, процесс, много процессов, карта, много карт, система, много систем. На определенном уровне человек демонстрирует определенное мышление, сознание, поведение и взаимодействие. Я называю это четырехгранная человеческая деятельность, ЧЧД, поскольку каждая из четырехграней редко работает в одиночку. Чаще она направляется вместе с другими, но в каждый данный момент все четыре грани работают на одном и том же уровне. Вот что я могу сказать про мышление. На каждом уровне можно определить вопрос, две категории и две операции. Например, первый уровень что? Категория вещь, имя, операция узнавания, номинования. Но здесь можно долго перечислять. Обратите внимание, почему это только шестой уровень. Причины и следствия, сомнения и доказательства живут здесь. А на первых пяти уровней их нет. Вот это можно изучать, но я поеду дальше. Сознание. Магическое, этическое, эстетическое, ролевое, свободное, теоретическое, парадоксальное, универсальное. И у каждого свои два свойства. Этическое, добро и зло. Теоретическое, истинное, ложь. Прадоксальное, инновации, революции, ну и так далее. Можно изучать дальше. Вот взаимодействие. Одиночество, семья, борьба, ансамбль, конкуренция, дискуссия, харизма, эмпатия. На четвертом уровне возникает координация действий. А на третьем возникает борьба за доминирование. Это совершенно разные способы взаимодействия. Свой и чужой – это второй уровень. Одиночество, медитация, изоляция – это первый уровень. Поведение – это четвертая грань. Поведенческий переход с уровня на уровень хорошо виден в ситуации, когда человек осваивает новую для себя предметную область. В такой ситуации самое рациональное поведение состоит в том, чтобы решать задачи от самых простых к самым сложным, постоянно повышая уровень на одну и день. Единицу. Обычно я разбираю предметные области, такие как шахматы, музыка, вождение автомобиля, учитель в классе – это и есть в моих книжках. Уровни можно видеть и в обществе, а не только в отдельном человеке. Причем искать уровни в обществе можно двумя разными способами. Можно изучать микросоциологию. Тогда у нас обнаруживаются уровни в типовых ситуациях общения людей. Например, больной врач, покупатель и продавец, воспитатель и дети в детском саду. А можно заниматься макросоциологией и обнаруживать уровни в общественных сферах. В политике, в экономике, в технологическом укладе, в искусстве, в социальной жизни. Вот такая большая таблица сводная, когда у нас повышаются уровни, и тройка уровней держит экономику. Например, духовенство, дворянство и крестьянство держат экономику средних веков, а политику держат два верхних слоя. Потом это все смещается. Каждая следующая эпоха – это сдвиг на один уровень всей этой конструкции. Современную политику можно изучать по стилистическим четверкам. Вот эти четверки уровней образуют устойчивые позиции, и каждую из них мы в обществе распознаем. Например, либералы – это 3-4-5-6, а либертарианцы – это 4-5-6-7. Интересно, что это позволяет анализировать разные конструкции, которые придумывают разные интересные люди. Вот Арестович придумал 5 проектов в Украине. Пятый проект он придумал, а 4 он нашел. Это российский имперский проект, украинский национализм, советский проект, европтимисты. И пятый по Арестовичу – это свобода и любовь. И вот все это укладывается в эти самые 5-4. Причем видно, дальше можно показать, что пятый проект тоже будет неустойчивым, у него есть свои уязвимости, и тогда я могу предложить свой шестой проект, который объединяет не только эти две, не только эти пять четверок, но и остальные две. Ну и так становится понятным, что используя ТУАИ, мы получаем язык-посредник, так сказать, коины – общий язык гуманитарного знания. И он позволяет объединить результаты, достигнутые отдельными исследователями, в единую картину. Сегодня же каждое такое отдельное исследование излагается собственным языком, и никак не срастается с основными исследованиями того же самого предмета. Кроме того, сегодня в состав ТУАИ входят, ну, есть там основная теорема, которая объясняет, почему уровни 8 плюс 2, есть еще теория конфликта и дополнительные главы, которые включают карту личности, карту задачи, философские основы науки о человеке и науку о человеке как итоговую сборку. Ну, вот и все на сегодня. Конец фильма. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok